Новая российская ядерная ракета, которая, как заявлялось, имеет неограниченный радиус действия, провалила все испытания. Об этом сообщают источники, знакомые с отчетом разведки США по программе вооружения, пишет CNBC. Напомним, что 1 марта Путин показал несколько компьютерных мультфильмов весьма плохого качества с новыми военными разработками России. Особенное внимание кремлевский главарь уделил ядерной крылатой ракете с почти неограниченной дальностью полета. Этой ракетой Путин грозил миру и в частности США. В сюжете мультфильма ядерные ракеты бомбили территорию Америки. Однако, по данным телеканала CNBC, путинская новинка на самом деле не прошла успешные испытания. Источники CNBC сообщили, что с начала 2017 года русские организовали 4 испытания новой ракеты, в которой вместо обычного двигателя используется компактная ядерная энергетическая установка. Все запуски завершились крушениями. Самый успешный испытательный полет продлился чуть более 2 минут. За это время ракета преодолела расстояние в 35 километров, но после рухнула на землю. Самый неудачный запуск длился около 4 секунд. По мнению экспертов, причиной крушений стала как раз ядерная установка ракеты, которой и хвастался Путин. При этом испытания вынужденно проводились по приказу Кремля, хотя инженеры говорили о том, что новое оружие не готово, сообщает CNBC. Между тем, Путин в своем выступлении врал об успешном пуске новой крылатой ядерной ракеты. Он утверждал, что в ходе полета энергетическая установка якобы вышла на заданную стабильную мощность. Напомним, что эксперты почти сразу же поставили под сомнение утверждение Путина и раскритиковали новые виды вооружения, которыми 1 марта грозил всему миру кремлевский главарь. В частности, ракетный комплекс «Сармат» – это модернизированная копия ракеты Р-36М «Воевода», которая ранее производилась украинскими предприятиями. Ракета «Кинжал» – это копия советской противокорабельной ракеты Х-32 из 1980-х годов. Комментаторы указали, что о каких-то кардинально новых разработках в России, которыми хвастался Путин, говорить не приходится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова